Сура 37. Ангелы, стоящие рядами. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Я, Аллах, клянусь ангелами, стоящими в поклонении Господу Своему, плотными и ровными рядами, и клянусь ангелами, гонящими облака упорно, и клянусь читающими напоминания теми, которые поминают Аллаха и читают Его Слово. Поистине, Бог ваш, о люди, однозначно один. Нет никакого Бога, кроме Него. И поэтому поклонение должно совершаться только Ему. Он, Господь небес и земли и того, что между ними, тех творений, которые находятся между небесами и землей. И Господь восходов, небесных тел. И Он также Господь заходов. Поистине, мы украсили ближайшее небо, вселенную, красотой звезд. И для оберегания Его от всякого сатаны мятежного. Не могут они, дьяволы, слышать высшее общество, ангелов небесных. И поражаются они, дьяволы, светочами, которые бросаются на них со всех сторон. Для изгнания, от прислушивания. И для них вечной жизни уготовано бессрочное наказание в аду. Не могут дьяволы слышать высшее общество, кроме тех из них, кто быстро подхватит подхватываемое. Услышат слова ангелов. И за ним также следует пылающий светоч. При этом он может быть сожжен светочем. Но может и успеть передать услышанное тому дьяволу, который находится под ним. Спроси же, о пророк, у них, у тех, кто не верит в воскрешение. Они ли труднее для создания или же те, кого мы создали? Все творения. Неужели они не думают, что Аллаху ничего не стоит создать их еще раз? «Ведь поистине мы создали их, их отца Адама, из липкой глины. Но ты, о пророк, удивлен тому, как они отвергают веру в воскрешение и еще при этом глумятся над тобой. И когда им напоминают, доводят до них истину, они не вспоминают, не получают пользу от этого, так как их сердца черствы. А когда они видят знамение, чудо, которое указывает на то, что ты являешься посланником Аллаха, насмехаются над этим чудом. И сказали они, неверующие, «Это, то, с чем ты явился к нам, лишь явное колдовство. Разве это возможно, что когда мы умрем и станем землей и костями, полностью истлеем, разве мы действительно будем воскрешены, выйдем живыми из могил? Или же неужели будут воскрешены и отцы наши, первые, все наши предки? Скажи ему, посланник, «Да, все будут воскрешены в день суда, и вы, о многобожнике, в тот день будете униженными. Это же будет лишь один звук, второе дуновение в рук. И вот они уже смотрят на события дня суда, будучи воскрешенными. И скажут они, «Горе, погибель нам, это день суда, день расчета и воздаяния». И будет сказано им, «Это день разделения, когда будет решено между всеми рабами Аллаха по справедливости, которые вы считали ложью, не верили словам Аллаха о том, что этот день наступит». И скажет Аллах Всевышний ангелам, «Соберите всех тех, кто творил беззаконие, совершал неверие, с им подобными, и тех, кому они поклонялись, помимо Аллаха, и отведите их на путь гиены ада. И остановите их, прежде чем они дойдут до ада, ведь поистине они будут спрошены за все свои слова и деяния». И будет сказано им, «Что с вами? Вы не помогаете друг другу? О нет, они сегодня в день суда полностью покорны Аллаху». И подходят они, неверующие друг другу, спрашивая, споря и порицая друг друга. Говорят они, заблудшие последователи, своим предводителям, «Поистине, вы приходили к нам справа, со стороны веры и истины, и представляли нам веру и покорность Аллаху, как нечто ничего не значащее, и прививали нам отвращение к истине, и представляли красивым заблуждение». Их предводители же скажут им в ответ, «Нет, совсем не так, как вы утверждаете. Вы сами не были верующими, склонялись к неверию и грехам, и не было у нас над вами власти, ни довода, ни влияния, чтобы отклонить вас от веры. Но вы, о многобожники, сами были народом излишествующим, переходящими пределы в грехах. Избылось относительно нас слово Господа нашего, его угроза, и поэтому мы вместе с вами обязательно будем вкушать наказание. И мы же сбили вас, отклонили от истинной веры, ведь поистине мы и сами стали сбившимися, еще до вас. И в тот день, в день суда, они и предводители, и их последователи будут соучастниками в наказании, так же, как и в этом мире они были соучастниками в ослушании Аллаха. Поистине, мы так поступаем с бунтарями, с теми, которые выбрали неверие и грехи. Ведь поистине, они, эти многобожники, когда им говорили, нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха, проявляли высокомерие и говорили, неужели мы и в самом деле оставим наших богов из-за какого-то поэта, одержимого бесами? Под поэтом они имели в виду пророка Мухаммада. О нет, пророк не таков, как вы говорите о нем. Он пришел с истиной, с книгой Аллаха и единобожием и признал правдивость посланников, признал истинность того, с чем посылались прежние пророки. Поистине, вы, о многобожники, непременно за свое неверие будете вкушать мучительное наказание. И воздастся вам вечной жизни только за то, за те грехи, что вы совершали при жизни на земле. Кроме рабов Аллаха избранных, которые служили только Аллаху и исполняли Его Слово, и которых Он почтил особым милосердием, их не постигнет мучительное адское наказание. Такие рабы Аллаха получат обещанный, им известный удел в раю. Разнообразные, вкусные плоды, и они будут в почете. Аллах окажет им почет. В садах вечной благодати, получая постоянно удовольствие, ощущая радость, вечно живыми и счастливыми, сидя на расшитых ложах и беседуя, обратившись лицом друг к другу. Будут райские слуги обходить их, обитателей рая, с кубками райского вина, текущего из неиссякаемого источника, белого цветом и приятного для пьющих его. Нет в нем, в райском вине, буйства. Оно не затмевает разум, в отличие от вина в этом мире, и не пьянеют они от него. И у них в раю будут берегущие свои взоры, гурии, которые не смотрят ни на кого, кроме своих мужей, с большими и красивыми глазами. И по своей белизне и нетронутости они подобны охраняемым насеткой яйцам. И подходят одни из них к другим, расспрашивая друг друга о том, как они жили в земной жизни. Скажет один из них из обитателей рая, «Был у меня в земной жизни один товарищ». Говорил он тот товарищ, неужели ты из числа считающих истинным воскрешение после смерти? Разве это возможно, что когда мы умрем и станем землей и костями, полностью истлеем, то действительно будем судимы Аллахом? Скажет он, верующий тем, с кем он беседует в раю. Не взглянете ли вы, где сейчас тот товарищ? И взглянул он и увидел его, неверившего воскрешения, в середине гиены, ада. Скажет он, верующий, своему неверующему товарищу, «Клянусь Аллахом, ты чуть было не погубил меня, отвратив от веры, если бы я послушался тебя. И если бы не благодеяние Господа моего, тем, что он даровал мне веру и укрепил меня в ней, то непременно я был бы в числе приведенных к наказанию вместе с тобой». И скажет верующий, повернувшись к своим собеседникам в раю, «Неужели мы уже никогда не умрем, кроме только нашей первой смерти, которая была в земной жизни, и неужели мы не будем наказаны после того, как уже вошли в рай?» И ему ответят, «Нет, мы уже не умрем и не будем наказаны». Тогда он скажет, «Поистине это и есть великий успех». Для подобного этому великому благу пусть труждаются, стараются, труждающиеся в земной жизни. Это ли райская благодать лучше, как угощение, как дар от Аллаха или дерево за кум? Поистине мы сделали его, дерево за кум, испытанием для притеснителей, неверующих. Неверующие сказали, «Ваш товарищ утверждает, что в аду растет дерево, но ведь дерево сгорает в огне». Поистине это ведь дерево, которое выходит, растет со дна ада. Плоды его настолько безобразны, что похожи на головы дьяволов. А они же, многобожники, едят их, плоды за кума, и наполняют им животы. А потом, поистине для них, там есть питьевая смесь из кипятка. Потом, поистине, возврат их непременно в гиену, ад. Ведь поистине они нашли своих отцов, предков, заблудшими. И они по их следам поспешили, не раздумывая, последовали за ними. И уже заблудились до них, до твоих соплеменников, о, Мухаммад, большинство предыдущих общин. А ведь мы посылали к ним, к тем общинам, предостерегающих, увещевателей, которые предупреждали их о наказании, но они отвергли их. И посмотри, получи назидание, каков был конец, какое наказание постигло всех тех, кого предостерегали, кроме избранных рабов Аллаха, тех, которых Аллах избрал своим милосердием за то, что они только его признавали Господом и Богом. И вот уже прежде воззвал к нам с мольбой пророк Нух, и как прекрасно мы ответили на его мольбу. И молил же он, пророк Нух, Господа своего, «Поистине, я побежден, не могу противостоять неверующим, помоги же мне, не спаслав наказания на этих за их неверие». Сура Луна, аят 10. «И спасли мы его, пророка Нуха, и его семью, кроме жены и одного сына, от великого горя, от великого потопа, наказания Аллаха. И сделали мы так, что его потомство осталось после того, как его народ был потоплен. И оставили о нем, о пророке Нухе, добрую молву среди последних поколений, среди тех, кто будет жить после него. Мир пророку Нуху среди миров, среди всех ангелов, джиннов и людей, а пророки Нухе среди творений лишь только благое упоминание. Поистине, вот так, как воздали пророку Нуху, воздаем мы искренне, добродеющим, в повиновении Аллаху. Ведь поистине, он, пророк Нух, из числа рабов наших, верующих. Потом мы потопили других, тех из народа Нуха, которые были неверующими. И поистине, из его же общины, такой же веры и пути, как и пророк Нух, был пророк Ибрахим. Вот он, пророк Ибрахим, пришел к Господу своему с непорочным сердцем, с душой, чистой от всяких ложных убеждений и плохого нрава. Вот сказал он, пророк Ибрахим, своему отцу и своему народу, «Чему вы поклоняетесь? Неужели, измышляя ложь, признавая ложные божества, вы желаете поклоняться помимо Аллаха выдуманным богам? Что же вы думаете о Господе миров? Неужели вы думаете, что он не гневается на вас из-за вашего многобожия и что не накажет вас за это?» И посмотрел он, Ибрахим, взглядом на звезды, думая о том, как остаться в городе, когда все люди уйдут на свой праздник, чтобы разбить идолов. И сказал, «Поистине, я очень слаб». И отвернулись они его народ от него, от пророка Ибрахима, спиной к нему, поверив его словам и ушли на праздник. И украдкой пробрался он, пророк Ибрахим, к их божествам, к идолам своего народа и сказал им с насмешкой, «Разве вы не едите ту пищу, которую вам преподносят ваши поклонники?» «Что с вами? Почему вы не разговариваете?» «Не отвечайте на мой вопрос». И подошел он, пророк Ибрахим, к ним, к идолам, ударяя по ним правой рукой и разбивая их, чтобы доказать своему народу несостоятельность поклонения кому-либо, кроме Аллаха. И оставил он только самого большого идола. И пришли они, его народ, к нему, к пророку Ибрахиму, в торопях. Он встретил их стойко и сказал, «Неужели вы поклоняетесь тому, что вытесали своими руками же из дерева и камня? А ведь Аллах создал вас и то, что вы делаете. Ваши действия». Когда до многобожников дошел довод о несостоятельности их поклонения, они решились на силовую меру и сказали, «Постройте для него, для Ибрахима, сооружение, наполните его дровами, разожгите и бросьте его в огонь». И захотели они, его народ, устроить козни против него, чтобы убить его, а мы сделали их нижайшими, проигравшими, даровав спасение пророку Ибрахиму. И сказал он, пророк Ибрахим, «Я ухожу к Господу моему, покидаю свой народ, туда, где я смогу свободно ему поклоняться. И он укажет мне путь, туда, где лучше для моей веры и жизни». И так он переселился в Шам. Затем он обратился к Аллаху с мольбой, «Господи, даруй мне такое потомство, чтобы оно было из числа праведных». И мы обрадовали его, что у него родится сдержанный мальчик, имя которому будет Исмаил. А когда же он, Исмаил, достиг такого возраста, чтобы уже ходить и работать вместе с ним наравне с отцом, он, пророк Ибрахим, сказал ему однажды, «О, сынок мой, поистине я вижу во сне откровение, что закалываю тебя в жертву, приношу в жертву Аллаху, и посмотри же, что ты думаешь». Так пророк Ибрахим хотел узнать, как отнесется к этому его сын. Он, Исмаил, сказал, чтобы обрести довольство своего Господа и желая помочь отцу исполнить его обязанность перед Аллахом. «О, отец мой, делай, что тебе повелено Аллахом, и ты найдешь меня, если пожелает Аллах, из числа терпеливых, я надеюсь получить за это большую награду от Аллаха». И они вышли в долину Мина и дошли до места, где должно было состояться принесение Исмаила в жертву Аллаху Всевышнему. И когда они оба, Ибрахим и его сын Исмаил, предались Аллаху, полностью подчинились ему, и тогда Ибрахим уложил его, своего сына, лбом на землю, чтобы принести его в жертву. И в этот момент мы воззвали, обратились к нему, в тот трудный для него момент, когда он уже прикоснулся ножом к шее своего сына, «О, Ибрахим, остановись, ты уже выполнил то, что тебе было повелено, и уже в действительности признал истинным тот сон. И Аллах Всевышний дал ему барана, которого он и принес в жертву Аллаху. Поистине, мы так, как мы воздали пророку Ибрахиму за его веру и преданность, вознаграждаем искренне добродетельным, а именно освобождаем их от трудностей в этом мире и в вечной жизни. Поистине, это принесение в жертву собственного сына явное испытание, которое показывает истинность веры человека. И освободили мы от принесения в жертву его Исмаила, заменив на великую жертву барана. И оставили мы добрую молву над ним, над пророком Ибрахимом, среди последних, среди тех общин, которые будут после него. Мир пророку Ибрахиму от Аллаха и мольба за него о благополучии. Поистине, вот так, как воздали пророку Ибрахиму, воздаем мы искренне добродеющим в повиновении Аллаху. Ведь поистине, он пророк Ибрахим из числа рабов наших верующих. И обрадовали мы его, Ибрахима, вестью о рождении Исхака, пророка из числа праведных, за его, Ибрахима, терпение, повиновение и довольство повелениями Господа. И не спасла ли мы благодать на него, на пророка Ибрахима и на его сына Исхака? И среди потомства их двоих, Ибрахима и Исхака, есть как искренне добродеющий, повинующийся своему Господу, чем делает добро самому себе и притесняющий самого себя, явно неверующий и грешащий, который явно этим причиняет себе зло. И так же мы оказали милость Муси и Харуну, даровав им пророчество. И спасли их двоих вместе с их народом от великого бедствия, от унижения, рабства и от утопления в Красном море. И помогли мы им, даровали величие, помощь и победу, и стали они победившими фараона и его народ. И даровали мы им двоим, пророкам Муси и Харуну, книгу, ясную, Тору. И повели их двоих, Мусу и Харуна, прямым путем, путем полной покорности Аллаху и Сламам, с которым посылались все пророки. И оставили мы добрую молву над ними, обоими, над пророками Мусой и Харуном, среди последних, среди тех общин, которые будут после них. Мир пророкам Муси и Харуну от Аллаха и мольба за них о благополучии. Поистине, вот так, как воздали пророкам Муси и Харуну, воздаем мы искренне добродеющим в повиновении Аллаху. Ведь поистине они оба, оба этих пророка из числа рабов наших верующих. И поистине Ильяс также был из числа посланных пророков. Вот однажды сказал он своему народу из числа потомков Исраила, «Разве вы не станете остерегаться наказания Аллаха? Неужели вы обращаетесь с мольбой к Баалу, оставляете в поклонении лучшего из творцов, Аллаха, Господа вашего и Господа отцов ваших, того, кто создал вас и всех ваших предков и сделал возможным ваше существование? И отвергли они народ его, пророка Ильяса, не признав пророком Аллаха. И поистине они обязательно будут собраны Аллахом в день суда для расчета и воздаяния, кроме избранных рабов Аллаха, тех, которых Аллах избрал своим милосердием за то, что они только его признавали Господом и Богом. И оставили мы добрую молву над ним, над пророком Ильясом, среди последних, среди тех общин, которые будут после него, мир Ильясину, пророку Ильясу, от Аллаха и мольба за него о благополучии. Поистине, вот так, как воздали пророку Ильясу, воздаем мы искренне добродеющим в повиновении Аллаху. Ведь поистине, он пророк Ильяс из числа рабов наших верующих. И поистине, Лут тоже был одним из посланных пророком. Вот мы спасли его, пророка Лута, и всю его семью от наказания Аллаха, кроме старухи, его жены, которая оказалась в числе оставшихся позади. Погибла вместе со своим народом из-за своего неверия. Потом мы уничтожили других, погубили остальных неверующих из его народа, заставив землю поглотить их и полностью перевернув селение. И ведь вы, омикканцы, поистине проходите в своих торговых поездках мимо них, мимо селения, где жил народ, которых увещевал пророк Лут, утром и ночью. Неужели же вы не осознаете, что такое же может случиться и с вами? И ведь поистине и Юнус был из числа посланных пророков. Вот однажды убежал он, пророк Юнус, от своего народа, разгневавшись на них, к перегруженному людьми и товаром кораблю. И когда начался шторм, бросил он, пророк Юнус, жребий вместе с другими, чтобы проигравший оказался выкинутым в море и оказался из числа проигравших. И был он выброшен в море и поглотил его кит, когда он был достоин порицания. И если бы только не то, что он до того, как оказался в чреве кита, был из числа восславляющих Аллаха, много поклоняющимся своему Господу и также много совершающим благие дела, то остался бы он в чреве его, в животе кита, до того дня, когда будут воскрешены все творения, до дня суда. Чрево кита стало бы ему могилой. Но он воззвал Господу своими словами, «Нет Бога, заслуживающего поклонения, кроме Тебя, приславен Ты, о Господь мой, и поистине я был из числа причинивших зло самому себе». «И мы выбросили его, пророка Юнуса, в пустынную местность, туда, где никто не живет и ничего не растет, и был он очень слаб. И вырастили мы над ним, над пророком Юнусом, дерево Айктыин, чтобы оно служило ему тенью, и чтобы он пользовался от него. И послали мы его, пророка Юнуса, к ста тысячам и даже большему числу людей. И уверовали они в Аллаха и в ту истину, с которой он пришел к ним и призвал их к вере. Именно в тот момент, когда вот-вот должно было пасть на них наказание Аллаха, и отсрочили мы им до некоего времени, а именно до времени завершения их жизненного срока, не стали наказывать. Спроси же о посланник их, свой народ, неужели они считают, что у твоего Господа есть дочери, а у них сыновья? Как они приписывают Аллаху дочерей, рождения которых они сами не желают и стыдятся? И спроси их, разве мы создали ангелов женского пола, и они, эти люди, были свидетелями этому, присутствовали при этом? О да, поистине, они из своих ложных измышлений, конечно же, говорят, родил Аллах. И ведь они на самом деле однозначно лгут, говорят то, чего они сами не знают. Неужели это так, что он выбрал себе дочерей и оставил сынов? Что с вами, о народ, как вы судите, как вы можете приписывать Аллаху дочерей, которых вы стыдитесь для себя? Неужели вы не будете помнить, что Аллаху не подобает брать себе детей, ведь он превыше этого? Или же у вас есть ясный довод, явное доказательство на ваши слова и измышления? Принесите принесите вашу книгу, в которой содержится довод от Аллаха, если вы говорите правду? И устроили, измыслили они, многобожники, родство между ним, Аллахом и джинами, а ведь знают джины, что они, те, кто сказал это, будут приведены к наказанию. На утверждение многобожников о том, что ангелы являются якобы дочерями Аллаха, Абу-Бакр спросил их, а тогда кто же их матери? Многобожники ответили знатные джиннихи, преславен Аллах, причист он, и превыше того, что они неверующие приписывают ему. Кроме избранных рабов Аллаха, тех, которых Аллах избрал своим милосердием за то, что они только его признавали Господом и Богом, не приписывают ему ничего, что ему не подобает. Ведь вы, о многобожники, и то, чему вы поклоняетесь, ваши ложные божества, не введете вы в искушение, в заблуждение никого против него, вопреки воле Аллаха, кроме только как тех, кому предписано гореть в гиене, в аду. И ангелы сказали, нет среди нас никого, чтобы не было у него известного места в небе. И поистине мы стоим рядами в поклонении и повиновении Аллаху. И поистине мы однозначно восславляем Аллаха, говорим, что он превыше совершенства. А ведь они, меканские многобожники, до того, как Аллах отправил к ним пророка, упорно говорили, если бы у нас было напоминание от предыдущих поколений, книга от Аллаха или его пророк, то мы однозначно были бы избранными рабами Аллаха, единобожниками. Но когда к ним пришло такое же напоминание, как и то, которое приходило к предыдущим поколениям, пришел пророк Мухаммад с книгой Аллаха, Кораном, они стали неверующими в него. И вскоре они узнают, какое наказание их ожидает. И уже раньше произошло то, что было сказано, наше слово рабам нашим, посланным, в том, что поистине им однозначно будет оказываться помощь, как доводами, так и силой в борьбе с их врагами. И поистине, наше войско, те, которые сражаются за то, чтобы слово Аллаха было превыше всего, оно однозначно победит. И отвернись же, о пророк, от них, от тех, кто не принимает истину, до определенного срока, пока не пройдет время отсрочки и придет наказание Аллаха. И смотри на них и жди, и они увидят, какое наказание их постигнет. Неужели они торопят с нашим наказанием? А когда же оно, наше наказание, сойдет на их площадь, на их дворы, то плохо будет утро тех, кого предупреждали. И отвернись, о пророк, от них, до определенного срока, пока не пройдет время отсрочки и придет наказание Аллаха. И смотри, и жди, и они увидят, какое наказание их постигнет. Приславен Господь твой, Господь величие, и превыше Он того, что они неверующие Ему приписывают. И мир, и безопасность от Аллаха, да пребудет над всеми посланными пророками. И хвала Аллаху, Господу миров.